МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главные события дня. Двое незаконятных... В ожидании кадровых перестановок с приходом нового мэра. Какие настроения царят в городской администрации? Реакция общественности на заявление Ксении Собчак об участии в президентской гонке. Торговая сеть «Магнит» заявила о покупке супермаркетов под брендом «Красный Яр», что показала проверка сыра красноярских производителей. Не захотели разъехаться, поэтому сотни человек простояли в часовом заторе. Из-за двух мелких аварий на улице Копылова часть города в утренний час пик сегодня оказалась в 10-ти бальной пробке. Причем обе аварии были несерьезными. И по закону автовладельцы должны были убрать свои авто, чтобы не мешать проезду машин. Но этого не сделали. В результате обездвиженными оказались 9 улиц. И такая ситуация не нова для красноярских дорог. Это улица Калинина. Грузовик, попавший здесь, в ДТП, перегородил две полосы движения. И перекресток Маркса-диктатуры. Повреждения у участников здесь несерьезные, но пробка образовалась от 4-го моста через улицу Дубровенского до самого центра. Причем всех этих заторов можно было избежать, говорят дорожные полицейские. Но пока участники ДТП не понимают, что убрать машину с дороги – это их обязанность. При ДТП, когда есть только материальный ущерб, нет пострадавших, есть наличие у обоих водителей полиса ОСАГО, также документы, где они установили между собой, кто из них виноват, могут самостоятельно заполнить европротокол. Если ущерб до 50 тысяч, этого будет достаточно. Затем нужно проехать на любой пункт оформления. Напомню, что они расположены по адресам 60 лет октября – 113, Калинина 84 и 2-я Брянская 59. Но пока на участников аварии сотрудники ГАИ повлиять не в силах, в отношении всех остальных полномочия дорожных полицейских значительно выросли. С завтрашнего дня они официально получают право останавливать автомобили в любом месте, а вот водители теряют право вести съемку во время разговора с полицейским. Дело в том, что завтра в силу вступят новые правила работы патрульных. Они уже вызвали огромные споры в соцсетях из-за своей жестокости по отношению к автолюбителям. Илья Филонов встретился с юристом и выяснил, что значат самые скандальные пункты. Сотрудники ДПС получат право останавливать автомобили для проверки в любом месте, даже вне стационарных постов. Это будет позитивно влиять на работу органов ГИБДД, которые будут останавливать водителей и проверять наличие документов в страховом полице. Сейчас на сегодняшний день страховые полицы отсутствуют практически у каждого третьего водителя. Если водителю скрывать нечего, то тогда и особых проблем не должно быть у этого водителя. Водителям запретят снимать общение с сотрудниками ДПС на камеру. Прямого запрета снимать в данном адаптивном регламенте нет. У нас есть верховенство закона, то есть Конституции. Там четко прописано право граждан на сбор информации, получение информации, право добывать информацию, как-то предоставлять. Соответственно, мы руководствуемся этим законом. Прямого запрета в адаптивном регламенте нет. Просто отсутствует вообще упоминание о видеосъемке. В новом регламенте снят запрет на курение для сотрудников ДПС. Он в любом случае должен незамедлительно подойти к остановленному транспортному средству к водителю. Сам должен подойти. Он должен общаться с ним, четко выразить причину остановки, посмотреть документы. Поэтому, если он еще и курит вдобавок, это отвлекает его, то это уже будет нарушение, конечно. УС меня не просил. Главный претендент на должность главы города Сергей Еремин сегодня прокомментировал слухи о том, что об участии в предвыборной гонке его попросил временно исполняющий обязанности губернатора Александр УС. Эту информацию Еремин опроверг, но существование краевой поддержки, сказал, чувствует. Поддержка края и возможность альтернативного участия в выборной системе, конечно, она имеется. Я, если внутренне свое мнение скажу, я на сегодняшний день не вижу вообще возможности какого-то вот такого отдельного развития города от края. Прокомментировал кандидат в мэр и самоотвод Эдха Макбулатова. Напомню, накануне глава отказался от участия в гонке. Еремин признался, что был по-человечески удивлен решением Макбулатова, однако в себе он уверен и в его планах, говорит, ничего не изменится. Построено 4 миллиона квадратных метров жилья. Принят генеральный план развития Красноярска. Решена проблема с детскими садами. И еще многое другое на три листа. Такой итоговый пресс-релиз работы мэрии за пятилетку Акбулатова выложили на сайте городской администрации. Но при этом Акбулатов снялся с выборов, потому что ему стало понятно, в свою поддержку он не наберет необходимых голосов в горсовете. Также ясно, что новый мэр приведет свою команду. О настроениях в мэрии после, по сути, отставки начальника в репортаже Виктории Столяровой. Просто так, надо сменить чеши на прошли. Смысл. Часы на трусы менять смысла, конечно, не имеет. Что имел в виду охранник департамента городского хозяйства, остается только догадываться. Игоря Тетенкова, который отвечает за все ремонты в Красноярске, мы сегодня застали убегающим по рабочим делам. Как будто ничего и не произошло. Судя по всему, вслед за начальником он в отставку не собирается. Вы знаете, по незнанию, про какие очистки, вот я скажу, сегодня в 7 утра, на Мира, вчера, по капремонту дворовых территорий, работы очень много. Значит, и мне, я человек, как исполнитель, всегда стараюсь, чтобы дело было завершено до конца, и поэтому это все остальное попозже. То есть вы ничего не слышали о чистках? Нет, работать нужно. Не боитесь? Чего бояться? Чисток. Работы? Работы я не боюсь. Работы, как и кадровых перестановок, не боятся и дорожники, хотя ремонт магистрали за рекордный миллиард семьсот как минимум вызывает много вопросов. Я не занимаюсь кадровой политикой. Ну а как вообще в кулуарах разговоры ведется? Я в кулуарах не разговариваю. Работой занимаюсь. Но вы не боитесь, что кого-нибудь уберут? Вас, например? Я прямо сейчас. Я? Нет. Не боитесь? Нет. Почему? Что, надо работать, а не ерунда всякой головы в себе. Не думаете, что команда оплата начнет уезжать и начнут с департамента городского хозяйства? Я не занимаюсь, я еще раз говорю, обсуждениями подобных, изменениями и так далее. У меня есть определенный фронт работы, занимаемся работой. Вы лично не боитесь, что вас уволят? А мне что бояться? Я ничего не боюсь в этой жизни, я как бы всего уже повидал. А чем заниматься будете? Работать буду. Я другого ничего делать не умею, как заниматься дорогами. Конечно, никто доподлинно не знает, придется ли Александру Горленко учиться другой работе. Но все в открытую обсуждают, что на место Тетенкова в новой команде мэра придет Владислав Логинов. Вряд ли чувствует себя спокойно и в других департаментах. Вы не знаете, начнутся ли чистки? Не знаю. Ну а вы не боитесь, что уберут вас, например? Пожалуйста, ко мне не обращайтесь. Скажите о своей реакции. Как вы отреагировали? Никак не отреагирую. Пожалуйста, я с вами не хочу общаться. Вот как на самоотвод Эдхама Шукревича отреагировали? Все комментарии пресс-службы, извините. Ну а ваша реакция какова была? Вы были удивлены? Еще раз повторяю, все комментарии по согласованию с пресс-службой. Спасибо. И кстати о пресс-службе. Вчера вечером после заявления Акбулатова о неучастии в выборах, пресс-служба опубликовала вот такой пресс-релиз на трех листах. Здесь все достижения Эдхама Акбулатова за пять лет его работы. Принят генеральный план города, сформирована доступная среда, проведен уникальный конкурс на самый благоустроенный район. Поменяли 300 городских автобусов, построен на краевые деньги 4-й мост. Высажено, кстати, 25 тысяч деревьев и кустарников. Решена проблема с детскими садами и еще ФИСУ приняла решение о проведении универсиады в Красноярске. Это тоже выделено жирным шрифтом в итоговом пресс-релизе. Виктория Столярова, Александр Тропин. Новости ТВК. Еще об одном политическом решении стало известно сегодня. В законодательном собрании выбрали нового председателя. В списке претендентов были Алексей Кулеш от ЛДПР, Дмитрий Сверидов, которого на голосование выдвинула «Единая Россия», Иван Серебряков от «Патриотов», Алексей Клешко, правда, он взял самоотвод. И даже Александра Уса снова выдвинули на голосование, хотя занимать место председателя, исполняющий обязанности губернатора, не может. Нового спикера выбирали через тайное голосование. Правда, обеспечивала секретность полностью прозрачная урна, сквозь которую сразу можно было подсчитать результаты. Хотя сами претенденты на пост, казалось, и без подсчета голосов знали победителя. Я прекрасно понимаю, что кандидат от «Единой России» наберет больше голосов. Это, на мой взгляд, совершенно очевидно. И было бы глупо говорить, что я рассчитываю на победу. В итоге прогнозы сбылись, и с большим отрывом в голосовании победил Дмитрий Сверидов. Он получил 38 голосов депутатов. На втором месте с 8 голосами оказался Алексей Кулеш. За Ивана Серебрякова депутаты отдали 2 голоса, и один человек воздержался. Фарс, цирк, трагикомедия. Так пользователи социальных сетей и известные деятели страны отреагировали на намерение Ксении Собчак участвовать в выборах президента страны. Об этом стало известно накануне. Как развивалась эта история, следила Виктория Столлирова. Она сейчас в студии. Вика, заявление всерьез. Оля, ну, по крайней мере, новость об этом была сегодня на всех, накануне, точнее, на всех федеральных каналах. Хотя до этого Ксения Собчак была там персоной Нонграда. Сама она заявила, что идет в президенты накануне. Видеоролик она опубликовала на своем предвыборном сайте. Он называется «Собчак против всех». По ее словам, она хочет выступить своеобразной графой против всех, которую, я напомню, отменили. И чтобы за нее проголосовали все, кто против традиционных участников президентских выборов. Давайте послушаем фрагмент видеозаписи. Я хочу вернуть ее. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать. Хватит, ребят, ну хорош. Ну, правда, ну вы все достали. Вика, какая была реакция на это? Оля, ну, уже есть реакция ее главного соперника, Владимира Путина. Давайте послушаем. Я, безусловно, с большим уважением всегда относился и отношусь до сих пор к ее отцу. Но когда речь идет о том, чтобы баллотироваться в президенты, то такие вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли. Это будет зависеть от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться. Своё мнение также высказали политики, общественные деятели, политологи, журналисты и известные блогеры. Причем подавляющее большинство комментариев, даже от тех, кто придерживается схожих политических взглядов, эту новость восприняли негативно, намекая даже на то, что выдвижение Собчак – это проект Кремля. Поскольку она идет на выборы, заведомо зная, что проиграет. И вот что пишут люди. Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла. Я уже давно поняла, что Ксения выдвинется. Для меня новостью было, что она повесила на себя табличку «против всех». Не знаю, с чем это связано, но эта идея интересная. Кремль давно превратил все выборы в фарс. Ксения играет в такой же фарс, только против всех. Все утро испортили Ксении Собчак. И так похмелья, и тут еще это. Коротко, что тут комментировать, если человек идет проигрывать? Мне интересно только тогда, когда кандидаты идут выигрывать. Спасибо за понимание. Но все же большинству Ксения Собчак запомнилась как светская львица, ведущая телепроекта «Дом-2». И в комментариях пишет, что ради дешевого пиара сейчас она готова на все, при этом не стесняясь присваивать себе идеи оппозиции. Собчак не просто легитимизирует президентские выборы, добавляя в них интригу, интерес. Она не просто будет оттягивать голоса у Навального, она приватизирует графу «против всех». Призывает нас всех, кто против путинского маразма, против выборов с заранее известным результатом, голосовать за нее. То есть как бы против всех, то есть как бы и против Путина – это классическая подмена. По данным предвыборного сайта Ксении Собчак, к ее команде уже присоединились более 6 тысяч человек, хотя для регистрации в предвыборной гонке телеведущей необходимо собрать минимум 100 тысяч голосов. На этом все. Оля. Спасибо. А что о такой идее Собчак думаете вы? Верите ли в ее президентскую карьеру? И как считаете, кому выгодно наличие такого кандидата? Эту тему обсудим сегодня вместе со зрителями. Ваши звонки уже сейчас ждем на номер 265-45-00. Также принимаем СМС-сообщение. Пишите на сервис 90-20. Не забывайте вначале сделать пометку ТВК. Также ждем сообщения в группе новостей ТВК ВКонтакте. И пишите в Вайбер, Ватсап и Телеграм номер 8-923-165-45-00. И через две минуты в новостях ТВК расскажем, как отличить настоящий сыр от сырного продукта. Через шесть минут откуда в новом асфальте на улице Вильского через три дня появились дыры. Спорный сырный вопрос. Ассоциация «Енисейский стандарт» провела пятую проверку продуктов. На этот раз героями стали сыры – российский и голландский. Как не попасться на маркетинговый обман и не купить сырный продукт, выдаваемый за настоящий сыр? Расскажем в сюжете далее. Вот нормальный сыр. Это сыр голландский, 45% семенешный. Ценник у него 569 рублей. Вот это нормальная цена за сыр. Далее смотрим. Вот таких цен. Вот таких цен. Таких цен на сыр не бывает. Но здесь и написано – продукт полутвердый. Продукт – это не сыр. Если здесь обмана нет, то бывает и наоборот – сыр может сыром не быть. Выдавая товар за натуральный молочный продукт, продавая его задорого, производитель из соображений личной экономии использует вместо молочных жиров растительные, например, пальмовое масло. Еще одна несостыковка желаемого с действительным – процент жира. Покупая одно, мы часто получаем другое. Мы проверили 9 образцов, 4 оказались признаками филансификата. Стандартная подмена – это замена молочного жира растительным. Также один образец у нас был недобор по жиру. То есть мы немножко сэкономили наши производители. И в двух образцах мы нашли признаки кишечной палочки. Сам по себе сыр – полезный продукт, но с таким непримечательным составом о пользе говорить и не приходится. Здесь уже покупатель должен знать, на что он идет, приобретая сыр по непривычно низкой цене или без указания состава. Не рекомендую приобретать, где нет вообще состава, потому что вообще продавец обязан ознакомить, особенно если потребитель запросил с составом, и рядом даже с нарезным сыром должна находиться маркировочка. Потому что если у нас с вами продукт обезличен, а на сегодняшний день технологии достигли таких высот, что мы с вами органолептически не всегда сможем отличить сыр на этот продукт, либо это сыр. Да и состав – это гарантия того, что сыр действительно сыр, только у проверенного и честного производителя. Если он нарезной, то этикетка со всей информацией обязательно должна быть вложена вместе с ценником. Этому правилу следует, например, в Командоре и Аллее. Чтобы не ошибиться при покупке сыра, ищите на товаре фирменный знак ассоциации. Проверку самых покупаемых продуктов «Енисейский стандарт» продолжает на очереди творог. Результаты всех проверок вы можете посмотреть на сайте ассоциации и в социальных сетях. Там указаны как те продукты, которые прошли экспертизы, так и те, которые являются фальсификатом. Елизавета Курочкина, Александр Тропин. Новости ТВК. Подробнее о результатах этой проверки поговорим в программе «После новостей». В студии ждем руководителя Ассоциации «Енисейский стандарт» Сергея Новикова и врача высшей категории эндокринолога Марину Черепанову. И продолжая продовольственную тему. Крупнейший российский ритейлер «Магнит» объявил о покупке сети магазинов «Красный Яр». Об этом сообщают ведомости. Компания объявила о покупке прав аренды магазинов «Красного Яра» на территории нашего края Ихакасии. Если сделка состоится, «Магнит» получит право аренды на 153 универсама и 3 гипермаркета. Сейчас рассказывают в руководстве «Красного Яра» сделку, согласовывают антимонопольщики. Рассказали в «Красном Яре» о том, что будет с сотрудниками еще существующей сети. Гарантии в любом случае всегда есть у всех сотрудников. Но и в целом рынок ритейла очень живой, подвижный. И все сотрудники там даже в текущем состоянии не востребованы. Тот персонал, с которым мы работаем в каждом магазине, в центральном офисе, он всегда представляет интерес для рынка. Асфальту три дня, а в нем уже провалы, причем глубиной в целый метр. Ямы образовались в дорожном полотне накануне возле 14-го дома на улице Вильского. По рассказам местных жителей, провалился асфальт ночью. И, к счастью, в яму угодить никто не успел. Сейчас только что отремонтированный участок снова перекопан. Также из-за ЧП около почти 30 ближайших домов остались на целый день без отопления. В пресс-службе СГК говорят, что все произошло из-за дефекта трубопровода. А в соцсетях в очередной раз обсуждают качество ремонта дорог в Красноярске. И к другой обсуждаемой теме этого дня убил собаку и выложил фото в социальной сети. В новости ТВК стали приходить сообщения с просьбой помочь поймать живодера в микрорайоне Нанджуль-Солнечный. Все началось с записи в социальной сети. Молодой человек по имени Владислав опубликовал фото на фоне расчлененной собаки. Пользователи отреагировали на эту публикацию очень бурно. Называли мужчину живодером, а некоторые даже предлагали поместить его в лечебное учреждение. Чуть позже выяснилось, что убил живодер не просто бродячего пса, а домашнюю лайку, которая потерялась некоторое время назад. Хозяин собаки опознал животное по фотографиям. Эти фотографии выставил вот этот живодер, выставил в контакт. Переживают уже теперь мои дети. Ничего не все знают. У меня семья большая, 10 человек. Меня все время спрашивают и по телефону, и так всегда спрашивают. Деда, Грейта, говорит, пришел. Грейта, пришел. Я им говорю, Грейта, пришел сейчас, девочки. Павел рассказал, что он уже написал заявление в полицию. Там подтвердили, что начали поиски мучителя животных. Наказать его могут сразу по двум статьям. За жестокое обращение с животным и за имущественное преступление. А главная тема федеральной повестки сегодня – это заявление Ксении Собчак об участии в выборах президента. Что об этом думаете вы? Как оцениваете шансы и зачем, по-вашему, Собчак идет на эти выборы? Мы ждем ваше мнение. Звоните на номер 265-45-00, пишите на номер 90-20. А также в группу новостей ТВК ВКонтакте, Вайбер, Ватсап и Телеграм на номер 8-923-165-45-00. Еще одна новость, которую сегодня обсуждает вся страна. Так называемого пьяного мальчика из Балашихи сбитого в апреле признали трезвым. По данным Следственного комитета России, этиловый спирт, обнаруженный при химическом исследовании крови мальчика, возник посмертно. Изъятие образца крови погибшего мальчика проходило ненадлежащим образом. Это привело к его загрязнению спирта, образующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол. Ошибка произошла по вине врача Бюро судебно-медицинской экспертизы. Отношения специалиста уже возбудили дело по статье «Халатность». Напомню, что авария произошла полгода назад. Тогда автоледи насмерть сбила ребенка, гулявшего во дворе жилого дома. И на женщину завели уголовное дело. И грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Через 2,5 минуты в новостях ТВК расскажем, где в Красноярске появятся новые остановки. А через 5 минут все самое важное про счетчики электроэнергии в рубрике «Вопросы ЖКХ». Где в Красноярске появились новые остановки и почему решили отстреливать медведей в крае? Об этом подробнее в нашей рубрике «Новости коротко». Автобусом в следующий микрорайон Покровский добавили остановок. Я напомню, совсем недавно улица Караульная прошла реконструкцию. Теперь на ней, к радости жителей, появилось больше остановок. Теперь маршруты номер 20 и 49 будут останавливаться в районе домов 47 и 41 по улице Караульная. Это следует из Покровского о предвижении в сторону кардиоцентра у домов 46 и 84 по Караульной и у дома 122 на Линейной. Изменения маршрута вступили в силу уже сегодня, но пока названия у новых остановок еще нет. И следующая новость для тех, кто пользуется транспортом личным. Стоимость автомобилей с пробегом в Красноярске выросла сразу на 10%. Такую статистику подвели аналитики портала «Авито». В среднем сейчас машина в Красноярске стоит 563 тысячи рублей. Это на 12% больше, чем цена по всей России. Самой популярной маркой у красноярцев является «Тойота». А вот самой популярной возрастной категорией машин – это машины старше 7 лет. На них приходится 76% всех запросов пользователей. И еще одна информация – пока цены на автомобили растут, численность медведей в Красноярском крае может снизиться. В нашем регионе разрешено отстрелить сразу 9 особей. Сделать это можно только в определенном месте и в определенное время. Это могут быть особи любого пола и возраста. Ну вот такое решение, вероятнее всего, принято именно потому, что в этом году медведи стали чаще выходить к людям. Напомню, жертвой медведей стал 6-летний мальчик на севере края совсем недавно. Толь бегут от медведей, то ли от высоких цен, но красноярцы все чаще задумываются о жилье за рубежом. Сейчас ознакомиться с такими предложениями можно в специальном месте на ярмарке недвижимости. К примеру, трехкомнатный дом со своим бассейном в охраняемом районе в Таиланде стоит дешевле, чем однокомнатная квартира в Сибири. 26 тысяч рублей за квадратный метр. Есть предложения и подороже. Студия в курортной зоне Паттайи в 300 метрах от моря обойдется в 4 миллиона 700 тысяч рублей. И на этом даже можно заработать. В Таиланде сейчас есть инвестиционная недвижимость с гарантированной доходностью. Квартиры, собственность с 10% доходностью на срок 10 лет. То есть линиевая инвестиция. Приобретается недвижимость, отдается в управление тому же застройщику. Застройщик занимается всеми вопросами управления, сдачи, амортизации. А собственник получает гарантированный доход ежемесячно в валюте. Все вопросы по содержанию жилья Красноярского мы традиционно принимаем в рубрике «Вопросы ЖКХ». У нас в студии эксперт Наталья Балабина. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос от наших зрителей такой. По подъезду прошлась девушка и предупредила, что все жители должны заменить счетчики электроэнергии. Замена обойдется в 2600 рублей. И если менять якобы откажутся, то повысится плата за свет. Законно ли это и что это за процедура? Ну, первое. В самом вопросе звучит практически ответ на свой же вопрос. Прошлась какая-то девушка. Что за девушка? Завтра пройдется какой-то парень, скажет вам еще по 3000 сдавать денег, сменить счетчики. Для этого первое, что необходимо сделать. Деньги, конечно, в таком случае не сдавать. Это явно какие-то мошенники. Обязательно позвонить в «Энергосбыт». Все телефоны есть на квитанциях. И спросить, уточнить у них. Действительно не проводится замена в этом доме. И почему у всех счетчиков? У каждого счетчика электроэнергии есть свой срок поверки. То есть вы его поставили, и он стоит определенное время. Когда наступает этот срок, вы проводите поверку. В любом случае не надо поддаваться на эти уловки и кому-то чего-то платить. И другой вопрос. Если счетчики уже стоят, но, например, за какой-то месяц не передали показания, и теперь людей просят платить по нормативу. Что делать? Значит, если человек по какой-то причине в какой-то месяц не передал показания, ну, допустим, уехал куда-то или что-то, с 23-го обычно по 26-е передаются эти показания, если это про электрощетчик идет, там вообще до 30-го числа месяца потом закрывается, то вам в следующий месяц, вернее, в этот месяц, когда вы не подали эти показания, обязаны начислить по среднему показателю за предыдущие 6 месяцев. Ну, либо 3 или 4 месяца, сколько у вас счетчик стоит. Если он больше 6 месяцев стоит, берется последние 6 месяцев, вам начисляется в этот месяц по среднему за эти 6 месяцев. И если вы второй месяц и третий не передали, вот 3 месяца у вас есть, и вам будут начислять именно по среднему. Но если вы уже в четвертый не подаете показания, тогда по нормативу. Если вы получили квитанцию, и у вас показания не вошли, вы можете обратиться, если, допустим, это счетчики холодной и горячей воды, вы обращаетесь, показания приносите, и вам делается перерасчет. То есть автоматические показания попадают в вашу квитанцию. То есть в итоге мы платим все равно по факту. Да, конечно. Никаких переплат. Спасибо большое, Наталья Балабина, эксперт по вопросам ЖК Хаббала в нашей студии. Мы продолжим через 2 минуты. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Я напомню тему обсуждения сегодня. Ксения Собчак заявила о своих президентских амбициях. Как вы к этому относитесь? И что вы там думаете, звоните нам по телефону 265-45-00. И есть телезритель на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, мне бы хотелось рассказать про Собчак. Вы знаете, ну это вообще какой-то абсурд. Ну какой-то, извините меня, президент. Ну это вообще кошмар какой-то. А потом ведь как она относится к тем, кто не так живет богато, как она. Вот я помню по телевизору как-то было такое выступление, что она сказала, что она не хочет отдыхать там, где эти нищеброды, чтобы с ней были. То есть это мы, которые работаем, мы нищеброды. На что же она рассчитывает? Нет, она никогда никуда не пройдет. Это же извините, это же клон какой-то, а не презирент. Нет, 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 нет. Ясна, спасибо большое за звонок и еще один телезритель на связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, говорите. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Я хотела бы сказать, что я в принципе не против, чтобы, по крайней мере, она баллотировалась, потому что до этого у нас вся страна обсуждала президента Медведева. И достаточно в такой сатирической форме. Поэтому я считаю, что все равно всей страной будет управлять Путин. Зато будет весело, вы считаете, да? Да, это будет в принципе. Я хочу сказать, что у Собчака защищу ее. Нервничаю. У нее очень хороший муж из очень хорошей семьи. И в принципе я слежу за ее жизнью. Она очень умная, начитанная и не так далека от политики. В принципе, ну как бы это очень хороший вариант для нашей страны. А, вы в смысле не хотите сказать не то, что будет весело во время предвыборной гонки, а будет хорошо, если она реально станет президентом? Ну, в принципе, да. Спасибо большое. Еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Игорь. Игорь, а вы что думаете про эту инициативу? Я думаю, что нужно обязательно выдвигать Синью Собчак, потому что всю страну у нас уже превратили в Дом-2. То есть, в принципе, я жду следующего выдвижения, например, Бори Моисеева, потому что некому показывать там определенные части тела. То есть, уже все до такого маразма дошло в нашей стране, что осталось самых убогих и самых несчастных выдвинуть, чтобы Владимир Владимирович всех победил, вместо того, чтобы пустить приличных, нормальных, честных людей, например, таких, как Болдырев, об них даже никто не знает об этом. То есть, ну, давайте делать фрик-шоу. Лошадь избрали в Риме сенатором. Давайте выберем лошадь в президенты. Почему нет? Спасибо большое. А сейчас посмотрим, насколько оригинальные предложения и комментарии наших телезрителей в социальных сетях и из тех, которые приходят на СМС-сервис. Эти мнения изучала Виктория Столярова. Вика, там так же весело, как у нас в эфире? Ну да, Ольга, практически так же. Буквально волной возмущения вызвала эта новость. Сегодня среди наших интернет-пользователей большинство в карьеру президентскую Ксении Собчак просто не верят, поскольку припоминают ее прошлый имидж светской львицы и телеведущий проекта «Дом-2». Вот несколько комментариев. Выдвижение Собчак в президенты – это фикция ничего больше. Такое чувство, что ей Кремль заплатил денег, чтобы она создала видимость других кандидатов. Собчак выставляет из себя клона. Сама ведь прекрасно понимает, что компьютерная программа выборов настроена на одного кандидата. И вот что еще пишут телезрители. Ну какой из нее кандидат в президенты? Собчак своим прошлым поведением перечеркнула отношение к себе как к серьезной фигуре. Ну и напоследок такое мнение – это просто дешевый пиар. Идет на выборы и сама знает, что проиграет. Оля? Спасибо большое. Мы продолжаем выслушать мнение зрителей. Еще один звонок в нашу студию. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Евгений, я вот насчет некоторых комментариев полностью согласен, но это не то, что вы пиар. Вы знаете, это даже не ее решение. Ксения Собчак – это блеск власти. Ну, чтобы создать видимость оппозиции, потому что, смотрите, тот же Навальный, про него никто ничего не говорил. Какие бы митинги не были, никто ничего не говорил. А тут Ксения Собчак решила себя выдвинуть, и все начали про нее говорить. Сейчас она создаст видимость оппозиции, якобы, вот, смотрите, у нас есть оппозиция. Можно будет отвергнуть сильных оппозиционеров, таких как Навальный, всех остальных. И просто их не допустить до выборов. Но когда Путин победит, они скажут, вот, смотрите, у нас оппозиция была. Хотя Собчак знает, что она не победит. Она просто продавать уже с ног до головы. – Ясно, спасибо. Еще один звонок в нашу студию. Добрый вечер. – Добрый вечер. – Как вас зовут? – Валентина Матвеевна. – Что вы думаете про Ксению Собчак? Вы бы проголосовали, тем более, что она позиционирует себя как кандидат против всех. – Ну, как можно с ней голосовать, если она людей нищебродом называет? – Вообще, да даже я не знаю, нет слов. Нищие мы. Я вообще ее не уважаю. Это клоун. – Ну, вдруг она будет президентом, все станут богатые, как она. – Нет, она не будет никогда президентом. У нас люди умные, они будут ее выбирать. – Спасибо большое. Еще один телезритель на связи. Добрый вечер. – Алло. – Да, да, да. – Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? – Здравствуйте. Меня зовут Сергей. – Сергей, а вы будете голосовать за Ксению Собчак? – Да, я проголосую, потому что голосовать у нас не за кого. Если там будут люди, которые постоянно там мелькают, то толку никакого не будет. – Спасибо большое. На этом мы закончим наши звонки. Я напомню, что далее в эфире ТВК будет программа «После новостей», ведущая Илья Зайцев. И сегодня будут говорить про качество продуктов. Михаил, вы argued. – Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»